коллеги еще раз добрый день меня зовут наталья баранова я зам редактора теплица я бы хотела представить эту сессию технологии открытость благотворительных организаций стоит сказать о том что сегодня нко нельзя быть закрытой деятельность никому должна быть прозрачной и открытой для того чтобы вы смогли привлекать больше сторонников волонтеров ресурсов и финансовые дополнительные инвестиции и конечно же если вы открыты то вам будут больше доверять и сегодня на секции эксперты вместе с модераторами говорят о том какие инструменты и технологии используют нко поговорят о технологии блокчейна информационной открытости и а сериал системах которые тоже нко будут крайне полезны и хочу сказать о том что теплица эту тему всегда продвигает у нас есть очень много материалов на эту тему мы проводим тематические материалы вот например недавно в петербурге был хакатон когда теплица когда авторы социальных инициатив работали с уникальной базой своих данных и таким образом решали проблемы делали новые крутые инструменты и у нас конечно же есть конструктор сайта в кандинске который тоже создан на стандарте открытости и я передаю слово нашему модератору елизавете язневич из исследовательского отдела благотворительного фонда нужна помощь спасибо всем здравствуйте я сначала расскажу немножко пару слов о нас ну собственно и отличный вопрос почему нас пригласили модерировать эту секцию благотворительный фонд нужна помощь он это фонд который поддерживает нко и социальные проекты со всей россии и вот самый известный наш проект это информационный портал и краудфайдинговая площадка такие дела но мы также вкладываемся в развитие инфраструктуры благотворительности и создаем технологичные решения для сектора вообще есть еще вот такая еще одна площадка есть это пользуясь случаем на ней обычные люди могут создавать события в пользу любого любой организации благотворительной мы работаем над развитием профессиональной благотворительности у нас есть образовательный проект для региональных НКО называется благотворительные гастроли еще у нас есть издательство мы в прошлом году выпустили книжку неблаготворительность дэна полоты опять же это рассчитано да для нас ну для сектора в целом ну и вот есть наш исследовательский отдел задач перед нашим отделом стоит много я сейчас обозначу два проекта на самом деле они в режиме я надеюсь мы будем рассказывать о них в следующем на следующем сетевом апреле пока они в режиме разработки но вот они так или иначе связаны с технологиями и наши экспертизы в этой сфере есть рабочий проект проект с рабочим названием база знаний это мы создаем онлайн-платформу аккумулирующую информацию необходимо для принятия взвешенных решений социальным всем кто принимает решение социальном проектировании и есть еще проект бенчмаркет фанрайзинговая деятельность НКО это мониторинг показателей деятельности организации которая также как нужна помощь собирает пожертвования сейчас мы учим и учимся собирать самые разные данные что потом их можно было сравнить организации между собой на основании того вот как хорошо они в фанрайзинге работают это вот как бы область нашей экспертизы секция наша будет о технологиях и сервисах облегчающих жизнь маклоритинг организаций по пути к информационной открытости значит у нас четверо спикеров расскажут о пяти проектах запущенных в прошлом и вот настоящем году пару слов о правилах у каждого спикера будет от 10 до 15 минут на выступления при этом у нас вот первые два спикера будут выступать один за другим их проекты созданы организации при участии одних и тех же организаций поэтому они так в общем логично объединяются после каждого выступления будет 7 минут на дискуссию я очень надеюсь что вас выступление заинтересует настолько что вы будете задавать вопросы но если нет у нас есть запасные поэтому дискуссии быть и передаю слово первому докладчику эльвире альиниченко эльвира руководитель федерального конституционного центра родные города и центр управления социальных инноваций гранд рафтинг и весь опыт эльвиры в некоммерческом секторе считается 18 годами написал эльвира в анкете да в общем это признанный эксперт сектора и эльвира раскроет главное понятие нашей секции информационная открытость благотворительных организаций и как это можно стандартизировать он работает потому что ним как-то горит красный обычно когда зеленые ощущение что что-то работает если удобнее можно если увереннее я абсолютно нормально нахожусь тут вам комфортно если я буду сидеть микрофоном поменяем так лучше прекрасно спасибо большое спасибо елизавета за представление на самом деле конечно я так все равно надеюсь что признанность эксперта исчисляется не годами его да а тем что он сделал вот и хотелось бы наверное начать с того что согласиться с вступлением сказан в самом начале нашей секции о том что действительно доверие по большому счету это основной ресурс некоммерческой организации да потому что если организация другой сфер организации другой сферы худо или бедно могут существовать без доверия то некоммерческой организации доверия основной ресурс раз-два именно доверие некоммерческой организации конвертирует поддержку доноров поддержку волонтеров в то что к ним приходят люди работать в этой организацию, они ей доверяют. В том, что люди вообще, в принципе, местное сообщество знают и доверяют эту организацию, называют ее, когда нужно, когда мы спрашиваем, кто занимается этой темой. То есть доверие партнеров, экспертов. Все это основной ресурс действительно для некоммерческой организации. И здесь, так как это все-таки конференция именно сетевой апрель, то есть здесь нужно сделать смычку с тем, как это все может быть технологизировано и переведено в интернет. А действительно прямым образом, потому что уже давно об этом говорят, что если у вас сейчас информация о вас, о вашей активной деятельности, о том, как вы устроены, зачем, для чего, как устроено у вас управление, кто те люди, которые работают в вашей организации, какие ресурсы вы привлекаете, как вы их используете, что конкретно вы делаете, какие результаты достигаете. Если информации об этом нет в сети интернет, то, по сути, не очень понятно, кто вы вообще есть и есть ли вы. И на самом деле эта тема не новая абсолютно для некоммерческого сектора. Уже существовала не одна попытка о том, чтобы вот как бы договориться внутри сообщества и проговорить о том, какие принципы будут заложены в основу вот этого вот наше понимание открытости, прозрачности деятельности некоммерческих организаций. И вообще, в принципе, как мы понимаем, любое сообщество, его можно, и любую какую-то группу, можно сказать, что она действительно является группой, когда у нее есть общие принципы существования. Да? И для некоммерческого сектора одна из таких ярких попыток была сделана… Сейчас кликер мы попробуем запустить. Не работает. Видимо, не тот угол использования, да? Ильца, а можно я вас попрошу ткнуть на следующий слайд? Кто-нибудь на конференции про технологии может помочь с технологиями? Работает, да, просто он не так, да? А, формат PDF, точно. Значит, все начало… Ну, как бы один из таких ярких примеров, как я уже говорила, это НКО-координаты разрабатывались в 2007 году при участии 660 некоммерческих организаций из 21 региона. Да, в 2006 году, за год до этого, как-то вот очень активно поднялась волна на различных площадках федерального и регионального уровня о том, что нужны какие-то общие принципы, по которым бы действовали некоммерческие организации, которые бы разделяли на добровольной основе, и это бы позволяло вот как бы границы некоммерческого сектора определить, да, вот кто есть мы, третий сектор. Соответственно, агентство социальной информации так доводило на себя координационный процесс. 10 ведущих экспертов сектора были в качестве стадии рабочей группы. Вот здесь вот есть ссылка. Мне кажется, это действительно очень важная историческая такая веха, и потом можно будет… А, классно это делали, да, спасибо. Спасибо, вот. И был разработан ряд принципов, среди которых также был принцип открытости некоммерческих организаций, что некоммерческие организации принимают меры к тому, чтобы все заинтересованные стороны знали о ее деятельности, имели контактную информацию, могли получить по запросу какую-то актуальную информацию о миссии, целях, задачах, структуре и так далее, то есть о всех основных аспектах деятельности, да. И опять же, здесь же было в принципе сказано, что некоммерческая организация вправе ограничивать доступ к той информации, которая может повредить, например, благополучателям, какое-то имеет последствия для деятельности некоммерческой организации и заинтересованных ее сторон. Вот. Сейчас этот документ висит уже как бы как в архиве. Там есть список организаций, которые его добровольно, публично подписали. Но, к сожалению, вот дальнейшего распространения, вот за исключением того, что да, мы тоже к этому присоединяемся, мы считаем это важным, это не получило, да. Еще одна тоже такая очень важная веха, да, спасибо большое, веха в истории развития прозрачности и открытости, культуры прозрачности открытости некоммерческого сектора, это конкурс точка отсчета. Да, всероссийский конкурс публичных добровольных отчетов некоммерческих организаций. Здесь вот, может быть, не для всех очевидно, но просто подчеркну, что это иметь в виду добровольные отчеты, не те отчеты, которые мы сдаем в Минюст по закону, да, а добровольные отчеты, которые некоммерческие организации в трезвом умеют здравой памяти, соглашаются, что они их готовят и размещаются в сети, рассказывая всем заинтересованным сторонам, что же они сделали за последний год, как же они продвинулись в достижении той цели, ради которой они созданы. Да, и история, ну, как бы все началось в 2004 году, когда Ассоциация гранатодающих организаций, форум доноров, придумала такой конкурс для своих доноров, да, чтобы доноры рассказывали ежегодно о том, вот, что они делают и что у них получается. Соответственно, чуть позже Центр развития некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, один из крупнейших старейших ресурсных центров российских, он подхватил эту идею и сделал такой конкурс для некоммерческих уже организаций, и какое-то время конкурсы существовали параллельно, но потом они объединились, это было очень логично, и были общие требования выработаны, собралось экспертное сообщество, и вот эксперты высказали свое мнение, а что же должно быть в годовом отчете, какая должна быть структура, какая там должна быть информация показана для того, чтобы он считался, ну, вот, как бы, действительно таким документом, работающим коммуникационным с заинтересованными сторонами, да, и работал на прозрачности и открытости некоммерческой организации. Соответственно, а, прекрасно, и, нет, секундочку, еще назад, вот, конкурс продолжается, и на самом деле его, как бы, тоже можно посмотреть, вот здесь вот есть ссылка. Следующий шаг. В прошлом году, значит, с 2013 года форм-доноров выступал в числе организаторов, в числе партнеров конкурса, в 2013 году форм-доноров стал администрировать этот конкурс, какое-то время был перерыв, но в прошлом году мы получили дополнительный, я тогда работала в форме доноров, занималась этим проектом, мы получили финансирование фонда президентских грантов, нет, прошу прощения, тогда я был комитет общественной связи города Москвы, благодаря этому конкурс возродился, вот, и тут в зале приятно очень видеть многих партнеров конкурса, в том числе и теплиц социальных технологий, вот, и получил большое достаточно распространение, и вообще вот тема открытости и прозрачности некоммерческих организаций, она какой-то новый виток, да, получила, перешла на какую-то новую спираль, потому что действительно в прошлом году практически на всех площадках публичных, федеральных, региональных тема прозрачности, тема открытости была заявлена, да, в поездке дня, вот, и это в том числе, видимо, таким катализатором послужило того, что собралась группа экспертов, вот, теперь можно следующий слайд, да, при организационной поддержке информационной культуры, форма доноров и комитета гражданских инициатив, вот эти вот семь пионеров-героев, кстати, вот Ольга Евдокимова здесь тоже находится в зале, собрались, и мы стали думать о том, вот, какая же, какие же критерии и какие же рекомендации можно дать четкие, понятные тем некоммерческим организациям, которые хотели бы быть информационно открытыми, вот, по каким признакам мы поймем, что информационная организация является информационно открытой, и были предложены, был предложен стандарт информационной открытости, в прошлом году он на разных площадках обсуждался, он рассылался по некоммерческим организациям региона, мы собирали обратную связь, на общественском гражданском форуме в ноябре он был представлен и, ну, считается принятым сообществом некоммерческим, вот, затем в начале этого года мы доработали его методическими рекомендациями по использованию, вот, и сейчас я, наверное, про это немножко подробнее расскажу, следующий шаг, ну, про это мы сейчас уже поговорили, можем дальше передвинуться, да, про прозрачность, про информационную открытость, основа информационная, в рамках этого стандарта предложено следующее, что основа считается раскрытие информации об организации на веб-сайте, либо странице раскрытия, да, то есть не у всех организаций, для вас, наверное, это будет удивительно, но не у всех некоммерческих организаций, особенно в регионах есть свои сайты, вот, и на самом деле части организаций раскрывают информацию, могут раскрывать информацию о себе, например, на порталах муниципальных органов власти, на порталах ресурсных центров и так далее, то есть где такая возможность предоставляется. И в этом смысле информационный стандарт разделяется на несколько уровней. Первый уровень — это базовый. То есть считается, что организация базово считается информационно открытой, если у нее есть страница раскрытия, либо собственный сайт, на котором есть вот такая информация. Подробно о том, как это устроено, можно будет посмотреть в самом документе. Ссылки будут в презентации, где он размещен с методическими рекомендациями. Но вот здесь, в принципе, мы понимаем о том, что это такая основа база. Если об организации невозможно в сети найти эту информацию, но с точки зрения экспертного сообщества организация может быть признана информационно неоткрытой, непрозрачной. Следующий уровень — это уже повышение уровня прозрачности. Здесь расширяются некоторые пункты, которые были предложены на базовом уровне. Появляется отчетность, добровольная публичная отчетность именно. Больше раскрываются источники средств, паспорта реализованных проектов за три года. То есть не просто перечисление тех направлений, которыми занимается организация, но понятно, что именно внутри делается, что именно достигается. Это тоже очень важно. Бухгалтерский баланс. Следующий уровень. Наверное, этому уровню информационной открытости готовы следовать вот такой топ некоммерческих организаций. Это вот авангард сектора, по сути, который обычно задает тренды и обычно задает тон того, как это должно быть устроено. Это уже различные регламенты и процедуры, ссылки на внутренний документ регулирующей работы организации, аудиторские заключения. Для фондов это, понятно, первый уровень. Это обязательно в рамках законодательства. Сведения об органах надзора, активность органов управления, оценка деятельности, если такая проводится. Следующий шаг. И в том числе в рамках информационного стандарта открытости заложена еще одна такая составляющая, которая нам кажется очень важной. Это сведения о том, о взаимоотношениях между грантодающей структурой и грантополучателями, по сути. Потому что на самом деле открытость в этом процессе нам тоже кажется очень важной. Понятно, что это может быть добровольным для, например, грантодающих структур частных фондов, бизнес-компаний, но это может быть. Но с нашей точки зрения должно являться обязательным, если это распределяется бюджетные средства. Потому что бюджетные средства – это наши с вами средства, и мы как налогоплательщики, в принципе, имеем право знать, на что эти деньги были потрачены, каким образом они были зарасходованы, было ли это эффективно, отчиталась ли организация за это. И поэтому вот здесь предложен отдельный область применения внутри этого стандарта как раз паспорта поддержанных проектов со стороны грантодающей структуры и принятых проектов со стороны непомерческих организаций. Я уложусь дальше. И сейчас в данный момент мы находимся на стадии разработки вот этого портала. Я сейчас с Иваном Бехтином разговаривал по телефону, он сказал, что буквально уже в тестовом режиме, сегодня-завтра он готов уже прислать ссылку. Вот будет портал, на котором некоммерческие организации, те, у кого уже есть свои сайты, то есть мы переходим к вопросу, а как вообще все узнают, что я информационно открытая. А вот мы предлагаем, например, вот так. Портал, на котором каждая организация, у которой уже есть свой сайт, может заполнить карточку организации. То есть просто вот по пунктам, изложенным в стандарте, указать ссылки, где на сайте у нее есть эта информация. Если у организации нет своего сайта, через этот портал она может такую страничку раскрыть и для себя завести и заполнить себе информацию в соответствии с предложенным стандартом. Следующий шаг. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше идет автоматическое присвоение статуса после размещения, что информация предоставлена. То есть если организация разместила себе информацию, либо заполнила карточку, она получает баннер, который она может разместить у себя на сайте о том, что она предоставила информацию в соответствии со стандартом информационной открытости. Если организация хочет, чтобы эта информация была верифицирована, проверены экспертами, то это другой уровень проверка по запросу. И тогда присваивается статус, что информация проверена. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь уже идет речь о том, что необходимо теперь сделать для того, чтобы это стало, чтобы это обрело какие-то практически реальные корни применения в некоммерческом секторе. Спасибо. Сейчас мы находимся как раз в доработке методических рекомендаций. Имеется в виду, что они доработаны, но мы принимаем обратную связь. Здесь есть ссылка, вы можете зайти посмотреть, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, там есть электронный адрес, какие-то комментарии, пожелания, предложения, подарки. Все это можно присылать по этому электронному адресу, указанному по ссылке. Соответственно, что еще очень важно? Сейчас мы запускаем портал. Очень важно для того, чтобы… Или это уже будет, наверное, вопрос дискуссии. Давайте я все-таки, наверное, скажу. Понятно, что попытки принимались не раз уже. Что очень важно для того, чтобы этот стандарт действительно реально начал применяться? Важна мотивационная составляющая для некоммерческих организаций. Понятно, что всегда найдется 200 плюс-минус организаций, которые будут это делать просто потому, что считают, что это правильно. Считают, что это продвигает сектор, считают, что это работает на открытость, и мы должны это делать. Таких организаций и есть. Но их можно пересчитать по пальцам, наверное, максимум всех сидящих в зале рук, людей с руками. И, соответственно, но для того, чтобы это действительно работало, должна быть какая-то мотивация для большинства сектора. Мотивация здесь в этом смысле может быть как раз-таки взаимоотношение с грантодающими структурами. И мы сейчас инициируем отдельно вот это направление, работа, переговоры с грантодающими структурами, частными фондами, бизнес-компаниями, грантодающими структурами от лица государства, с тем, чтобы этот стандарт был применим, и чтобы он с их точки зрения был рекомендован к работе некоммерческими организациями. Если среди вас есть некоммерческие организации, которые участвовали в конкурсе фонда президентских грантов, то вы знаете, что один из критериев в прошлом году после реорганизации всей этой системы поддержки президентских грантов, одним из критериев стала информационная открытость некоммерческих организаций. И что заявка в том числе оценивается по тому, есть ли у организации сайт, ведет ли она страницу в социальной сети, можно ли там найти какую-то актуальную информацию. И это, как вы понимаете, очень сильно искорен интерес некоммерческих организаций к работе в этом направлении. То есть, когда ты читаешь, например, заявку фонда президентских грантов, ты видишь, что там появляются, например, страницы в социальных сетях, правда, созданные за две недели до подачи заявки. Там появляется какая-то дополнительная информация на сайтах. То есть, тренд задан, потому что есть определенные требования со стороны финансирующей структуры. То есть, если действительно этот стандарт будет принят грантодающим сообществом, то тогда у него есть шанс, у него есть будущее для того, чтобы не только авангард некоммерческого сектора принял его на вооружение, но и все остальные некоммерческие организации. Что дает это сектору? Это дает, соответственно, ту прозрачность, ту открытие, о которой мы говорим, и задает определенные рамки вообще существования сообщества. То есть, когда мы можем сказать, что мы и есть третий сектор, те, кто этого придерживаются. И еще один момент — это, естественно, добровольная история, придерживаться либо не придерживаться данного стандарта. Я всячески призываю вас зайти познакомиться, и если есть какие-то комментарии, их прислать. Я уложилась? Тактически. Спасибо. Спасибо. Сейчас передаю сразу слово Ани Сакаян. Это аналитик в инновационной, в автономной некоммерческой организации информационная культура. Это уже сегодня упоминался один из руководителей, основателей, Иван Бектин. В принципе, это организация, которая очень много работает с открытыми данными, самыми разными. И Анна расскажет про два проекта, которые тоже задействуют открытые данные, но описывающие деятельность благотворительных организаций. Анна, опять же, выбирайте, как удобнее сидеть или стоять. Есть выбор? А, передавай. Две минуты на презентацию. Две минуты на презентацию. Приветствую. Работает? Да, я расскажу о том, какова специфика данных НКО, в частности, данных благотворительных фондов, благотворительных организаций. Также расскажу о двух наших проектах, которые мы делаем в Аноинфокультура. Один из них открытый НКО. Вы, может быть, о нем знаете, уже он открыт. Второй новый проект данный НКО, который сейчас пока что находится в процессе разработки. В первую очередь я хочу сказать о том, что выражение данных НКО, о которых так часто говорят, применение открытости информационной, это довольно бусмысленное понятие. С одной стороны, это данные об НКО, а с другой стороны, это данные, производимые НКО. Данные об НКО, это, в первую очередь, такие данные, которые размещаются в открытом доступе вне зависимости от того, хочет этого НКО или не хочет. То есть это обычно какие-то законодательно предписанные стандарты размещения информации. Ну, вот это реквизиты организаций, данные об их контрактах, о субсидиях, бирантах, лицензиях и так далее. А данные, производимые НКО, это совершенно другая история, но здесь возникает некоторая монемия. Это данные, которые появляются в процессе деятельности организации. Понятно, что разные НКО в разной степени склонны собирать данные, склонны проводить на их основе исследования. И вообще в разной степени эти данные могут представлять общественный интерес. Но, скажем так, фонды благотворительные, это одна из наиболее интересных с этой точки зрения категорий некоммерческих организаций, потому что это такой большой пул информации. Но какого плана эти данные? Ну, вот тут перечислены примеры. Это данные исследований, статистики, аналитики. Также это разные реестры, списки адресов, книг, библиографии. Соответственно, чуть попозже мы посмотрим больше примеров. Соответственно, два этих проекта, хотя описывают примерно одну и ту же область, описывают их с разных сторон. Соответственно, разносторонность можно описать посредством вопросов, которыми задаются эти проекты. Открытые НКО отвечают на вопросы обобщенные. То есть, ну, сколько организаций получили финансирование, какая организация получила, какая не получила. Соответственно, на какие цели она получила, от кого, какие у нее есть лицензии. А данные НКО вообще отвечают на вопросы не столько самих организаций, хотя отчасти и это, а на вопросы о разных областях деятельности, в которых работают эти организации. Соответственно, вот, да. То есть, ну, вот здесь примеры вопросов из области социальных проектов. Там, да, вот были исследования о социальном всеродстве. Соответственно, вот там Оренбургская организация занималась вопросом о том, сколько там случаев отказов там и так далее. Опубликовала методические рекомендации о том, как взаимодействовать с матерями отказников. Ну, в общем, такого плана вещи. Чуть побольше о проекте данные НКО, потому что он еще совсем неизвестный. Ну, о нем только начали говорить. Значит, ситуация следующая. В отличие от обобщенных данных, это дело абсолютно добровольное. То есть, публикуют данные или не публикуют. Но известно, что данные есть. Известно, что данные появляются в частности на государственные деньги. Известно, что в ряде случаев деньги выделяются, например, на исследования и работа примерно в одинаковых пересекающихся областях. Есть вероятность, что такие данные могут быть полезны в нескольких проектов, производимых разными организациями. То есть, они могли бы их использовать. Проблемы. Дело в том, что таких данных в виде данных мало. То есть, отчеты публикуются. Публикуются разные там картинки, инфографика, аналитика по исследованиям, если публикуются. Но обычно это невозможно воспроизводить, невозможно использовать повторно. И главное, это трудно искать, потому что это все разбросано по сайтам. И, как говорилось уже сегодня, далеко не у всех организаций есть сайты. Как одно из решений создается единый централизованный портал, где все желающие могут разместить свои данные. И мы над ним работаем. Соответственно, в зависимости от того, какой тип данных мы имеем в виду, можно говорить о разных типах проблем. Данные об НКО характеризуются, в первую очередь низким качеством и отсутствием желания организации их публикующих, это качество повышать. Они не склонны вступать в диалог, в частности, с Минюстом. Мы долго говорили, пока что ни до чего не договорились. Данные, производимые НКО, там у них проблема в том, что, ну, в общем, судя по всему, пока что нет общего понимания, как сделать так, чтобы эти данные были полезны. И вообще нет точного понимания, что это нужно и что именно нужно. Но мы работаем над этим. Я, собственно, еще хочу сказать, что существует, когда говорят об информационной открытости, есть два направления этой открытости. Первое — это когда много рассказывают и показывают. Это когда пишут новости, там, отчеты, опять-таки, рассказывают, видео делают. Это все очень полезно, интересно, может быть. Но дело в том, что это в ряде случаев, во многих случаях это неприменимо. То есть если бы еще существовала информация в виде баз данных, в виде открытых данных, да, это был бы совершенно уже другой разрез применения информации. И этим можно было бы пользоваться в гораздо большем количестве областей. Приведу несколько примеров того, о чем я говорю. Ну вот, значит, фонд «Качество жизни» проводит очень много исследований. Судя по названиям, исследования интересные. Также у него есть социальные программы, и, в общем, тоже, судя по названиям, там собирается большое количество интересных данных. Но если мы зайдем на их сайт, мы увидим, что в разделе исследовательских проектов очень мало информации. Иногда бывают отчеты, но их мало. Обычно просто говорят, что провели такое исследование. Иногда там же на страничке исследования появляются HTML-таблички, но, опять-таки, с ними далеко не уедешь. Там очень мало. О социальных проектах вообще почти ничего не сказано, хотя, опять-таки, есть основания полагать, что там что-то интересное есть, полезное. Второй пример — это фонд «Общественный вердикт». Вот это произведение, опубликованное в 2014 году, представляет собой PDF-документ в 15 страниц. Вот такая таблица. Вообще интересная таблица, но как ее использовать, непонятно, потому что читать ее глазами невозможно, обрабатывать на компьютере очень трудно, потому что PDF не для этого создан. Он создан для чтения человеком, а не компьютером. Соответственно, если бы это было в нормальном виде, то есть машиночитаемом, велика вероятность, что это было бы реально полезным документом. Еще примеры. Большое количество HTML-списков, вместо того чтобы… Огромных списков, вместо того чтобы публиковать это в виде, который машиночитаемый, который можно обобщать, считать, использовать в проложениях, где угодно. Рейтинг вузов в виде документов .doc, Word и PDF. Тоже непонятно, как это использовать, только читать. Соответственно, вон еще там перечень предоставляемых социальных услуг. Ну, опять-таки, большая-большая таблица. Все это могло бы быть в полезном виде, в виде наборов данных. Ну и, собственно, еще пример. Это уже пример не фонда, но тем не менее. Аналитический центр Сова публикует огромные списки разных вещей. Вот, например, у нее там есть список ресурсов, заблокированных по причине экстремистской направленности. Там где-то 500 пунктов, если не больше. Он, в принципе, структурируемый. Читать это глазами невозможно. Это очень легко преобразуется в структуру. Вот здесь пример. Это очень поверхное преобразование, сделанное просто очень на скорую руку. Но здесь уже проявляется структура. Это можно было бы структурировать, там есть еще большие списки, тогда это можно было бы использовать. Если они это, в принципе, публикуют, наверное, они хотят, чтобы это кто-то читал. Соответственно, есть вероятность, что им стоит как-то рассказать, как это лучше делать. Но подводя итоги. Соответственно, у нас сейчас есть два проекта, открытый НКО и данный НКО, которые описывают две стороны данных НКО. Соответственно, да, собственно, открытый НКО сейчас разрабатывает вторую версию, которая будет более полной, и которая будет учитывать стандарт открытости НКО, о котором сейчас шла речь. Соответственно, в перспективе, так как темы у этих проектов общие, они могли бы быть объединены в один проект, что тоже было бы, может быть, удобно. Но это только в очень одаренной перспективе. Соответственно, да, есть такой факт, что НКО производит большое количество очень интересных данных, и фонды одна из таких категорий, которые особенно к этому склонны, потому что они склонны к обобщениям. Вообще, в принципе, благотворительные организации, так как они работают с обществом, могут быть источником очень важной информации. Соответственно, к сожалению, пока что очень часто информация публикуется в неадекватном формате, но мы надеемся на то, что это улучшится. Ну и, соответственно, есть к тому все данные, потому что то, что сейчас публикуется, явно претендует… Ну, многое из того, что сейчас публикуется, явно претендует на то, чтобы быть преобразовано в более удобный вид. Спасибо. Спасибо. Времени на обсуждение все-таки, как мы не хотели, получается, меньше, чем нужно. Но давайте так, если есть какие-то уточняющие вопросы… Уточняющих вопросов нет. Давайте. Проект данный НКО, я так понимаю, что он, на мой взгляд, очень похож, по крайней мере, учит похожа на то, что собирается делать нужна помощь. А вы… Это так? Если так, то как вы вообще партнеритесь между собой? Мне кажется, легче ответить мне тогда. Ну, не знаю. Разница на каждом спикеру. Тоже они что же делают, похожи на ваши. И вы на них. Да, поскольку, условно говоря, здесь… Видите, это сейчас продукт появился вот-вот. Наш продукт в процессе архитектурирования. Поэтому это еще нормально, что не все знают друг о друге. Но если коротко отвечать, то, в общем, там, где есть пересечения, мы будем искать возможности обогащения, где они… ну, как бы, где проекты расходятся, тем лучше в сектор обогатиться более удобными платформами. Вот. Здоровый конкурент. Ну, видите, даже сам факт, что, ну, как бы, я собственными руками пригласила Анну, ну, в общем, говорит о том, что, ну, мы видим ценность всех начинаний, и, ну, это действительно нужно сектору. То есть у нас состояние информации, ее анализа еще настолько, ну, разрозненное и сырое начальное, что, в общем, ни одна платформа не останется, как бы, своих пользователей. Хорошо, тогда все-таки задам я вопрос, который заготовлен или есть? Вот, как-то не смело, но рука поднялась. Вопрос к Анне. По поводу… да, меня зовут Александр Передрук, я юрист предоставительной организации «Солдарский мать» Санкт-Петербурга. Я хотел спросить, вы говорили о том, что данные НКО, которые предоставляют, публикуют, они не всегда в машиночитаемом виде. Например, приводили в фонд «Общественный вердикт». Понятно, это анализ. А что дальше? То есть есть ли какая-то с вашей стороны интервенция в эту историю, то есть предложение им эти данные по-другому опубликовать? Может быть, какая-то инструкция, памятка, которая поможет им это делать самостоятельно? Что дальше? Одно дело проанализировали, а как это изменить? Слышно, да? Во-первых, мы сейчас делаем сайт, в котором будут инструкции. Какого рода эти должны быть инструкции? Это пока что, в общем, вопрос, потому что это нужно будет согласовывать с представителями сообщества. В принципе, мы, скорее всего, будем предлагать некоторые кейсы, как можно преобразовать информацию. Но ближе к делу мы посмотрим, какие конкретно вещи нужны для того, чтобы людям стало понятно, что делать. Тоже представитель инфокультуры. И, в общем, если у кого-то есть интересы, уже есть понимание, что у вас есть данные, которые вы хотели бы опубликовать, но нет понимания, как их перевести, обращайтесь, мы вот конкретно на вашем кейсе и начнем. Так, ну тогда я маленький вопрос нашим двум спикерам. Вы его затрагивали про вот эту вот сложность мотивирования НКО на то, чтобы быть открытым, чтобы делиться данными и прочее. В общем, не могу сказать, что… Не уверена, что на этот вопрос есть какой-то однозначный ответ, но и Эльвира начала, на самом деле, давать, какие есть механизмы, которые все-таки людей бы призывали или сказать даже заставляли делиться информацией. Но вот, может быть, просто обобщить, какие варианты мотивирования НКО быть открытыми вы предусматриваете в своих проектах. Ну я уже об этом начала говорить, что есть часть некоммерческих организаций, которых, в принципе, не нужно мотивировать. Они очень сильно замотивированы и готовы замотивировать всех остальных. И понятно, что эта часть будет использовать все, что появляется логичным, правильным с их точки зрения, но это будет применять и использовать. Во всех остальных случаях это должен быть действительно какой-то пряник, который… Там вот эта морковка подвешенная впереди, что на самом деле… Я вижу только основной… Не только, наверное, основным все-таки путем, что если это станет одним из требований грантодающих структур, что публиковать, например, если вы делаете какой-то грант, если вы реализуете какой-то проект на средства гранта и вы делаете какой-то информационный продукт, какое-то исследование, если будет требованием, например, делать его вот в таком виде, которым потом бы можно было читать и анализировать, тогда это понятно, что возьмут на вооружение практически все получатели грантовых средств. Те, кто получают у того донора, который сделал это требование. То же самое касается информационной открытости. Информационная открытость уже был сделан шаг. Я говорила, фонд президентских грантов, комитет общественных связей Москвы, другие структуры грантодающие берут на вооружение критерий информационной открытости. Он просто выгоден грантодающим организациям тоже. Потому что, во-первых, даже если ты не структура, не структура, распределяющая бюджетные средства, а бизнес-компания, частный фонд, понятно, что ты тоже очень хочешь и заинтересован в том, чтобы вообще сообщество узнавало о том, на что ты дал деньги, какие реально были сделаны проекты, какие результаты были реально получены. То есть в этом прямая мотивация донора тоже есть. В этом смысле это может работать, и это может быть стимулом для того, чтобы такая мотивация появилась на том конце у тех, кто получает эти средства. Потому что, если, например, вы этого не делаете, то, соответственно, дальше отношения с донором развиваться не могут. Спасибо. На самом деле я хотела предложить, может быть, у зала есть ответ на этот вопрос. Есть ответы на то. Мне, с вашего позволения, небольшой комментарий и, может быть, просьба со стороны фонда, который получает деньги, финансирование и от государства, и от коммерческих структур, не усложнять. Потому что мы убиваемся над отчетностью и по косу, и по пресс-грантам. Для донора, например, нашего партнера бизнеса у нас отчет 231 страница последней. И если сверху будет еще какая-то формочка, мы будем только на отчеты работать. Я вас прекрасно в этом смысле понимаю. Тоже не один раз те проекты, которые я реализовала, были получателями грантовых средств. В этом смысле могу только пожать вам руку и поплакать на плече. Но здесь вопрос не в усложнении формы. Здесь вопрос, что мы делаем это все равно. Просто если мы будем это делать структурированно, заранее, понимая, как мы это делаем. На самом деле, это вопрос про отчетность. Отчетность же складывается не в последний день. Если мы начинаем работать и мы сразу в нужной форме создаем материалы, а в нужной, в правильной форме раскрываем о себе информацию. Понятно, что если мы этого не делаем в течение всего периода, а потом нам срочно это нужно сделать, это ужас. А если это некий принцип нашей деятельности, это принцип, который мы кладем в основу своей работы, то это уже совсем другая история. Здесь есть задача, скорее, как раз-таки показать, как это может быть частью нашей повседневной практики. Пока это не будет частью повседневной практики, работать это не будет, даже на уровне требований. То есть Ольга Евдокимова есть по этому поводу свое мнение. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, первое, я немножко оппонировала коллегам, когда мы говорили о том, я считаю, что мы должны так же, как мы пытаемся продвигать и культуру прозрачной в некоммерческих организациях, точно так же работать с донорским сообществом. И в данном случае донорское сообщество не скажет, дескать, все, кто у меня получает деньги, пожалуйста, отчитывайтесь по этим стандартам, и тогда все будет ок. А донорское сообщество само сначала должно взять эти стандарты для себя, как для доноров. И давайте-ка посмотрим, как это донорское сообщество удовольствие это сделает. Я вас уверяю, будут огромные проблемы у этого донорского сообщества. Оно скажет, я так не буду отчитываться, у меня свои формы. Поэтому это вот такой момент, который я как бы все время подчеркиваю, но пока что, к сожалению, у нас продвижения в этом смысле мало. Второе. Гармонизация отчетов доноров. Я абсолютно с вами согласна, и мы тоже самое сдаем отчет Минюст, это ДТП, и так 25 разных форм отчетов. И в этом смысле хотя бы гранатодающие организации, хотя бы частные фонды, предположим, в рамках форума доноров, могли бы, наиболее продвинутые, договориться о некой гармонизации. И тем более, что всякие там IT-платформы сейчас уже у всех есть, и можно было бы, например, тут продвинуться сильно. Поэтому я считаю, что вопрос гармонизации форматов отчетности также абсолютно... И третий момент, который я бы хотела сказать, что мы, когда разрабатывали стандарты, которые сейчас озвучивали Ливира, внутри рабочей группы договаривались, просто пока что не реализовано, что будет определенное приложение, которое будет само собирать требуемые, требуемые, необходимые форматы, и как бы само автоматически размещать вот на этой платформе, а не то, что мы сейчас должны будем самостоятельно на эту платформу идти, опять там что-то забивать 25 ссылок, искать, где они у нас, и только потом получать вот эту прекрасную нашлепку. В этом смысле, поэтому я думаю, что нам нужно дорабатывать серьезно. Ольга, ну и мне кажется, что здесь мы столкнемся опять с тем, что вот о чем сейчас говорила Анна, что в каком виде это все сделано, это раз, ну чтобы, например, там какая-нибудь любая машина, которую сделал человек, могла бы пойти и собрать, там вот это то, что собирать, оно должно быть выращено правильно, а если оно и заранее выращено, не структурировано, то соберем мы, соответственно, то же самое. В этом смысле я все-таки сторонник того, что организация тоже должна приложить усилия к тому, чтобы было понятно о ней в открытом информационном пространстве, кто она, что она делает, как она устроена, какие ресурсы живет, каких результатов достигает и так далее и тому подобное. Это должно быть неким как бы внутренним мотиватором в том числе. Вот, спасибо. Все, спасибо. Закругляю дискуссию, вынуждена, потому что у нас еще две темы, к которым тоже нужно будет отнестись внимательно и, в общем, это будет непросто. Но представит спикера моя коллега Полина Дячкина, я не представила Полину, поэтому… Я сама себя представлю, и, да, Полина Дячкина, фонд «Нужна помощь». Михаил Полей, основатель торгово-благотворительной площадки «1 плюс 1», уже разрекламировал Алексей его доклад, единственный доклад, посвященный блокчейну, и на секции благотворительности, чему мы очень-очень рады. Меня слышно? О, отлично. Всем добрый день. Перед тем, как я начну что-то рассказывать, у меня вот такой вопрос к залу. А можете поднять руки те, кто вообще слышал слово блокчейн? Отлично вообще. А теперь вопрос второй. А, да, вы понимаете, что это такое, как это работает, как технология? Вот, очень хорошо. Несколько человек подняли руки. Вам тогда будет, может, не так интересно, но я попробую свой доклад построить по тому принципу, что сначала на пальцах рассказать, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, и потом пояснить, что это все может дать благотворительному сектору, и что, собственно, мы предлагаем. Можно мне вот переключалочку? Ага, спасибо. Так, она здесь. Как она? На правой. Не хочет. Понятно. Сейчас, секунду. Давайте я попробую. А, так, здесь как? Вообще не хочет. Хорошо. Итак, что же такое блокчейн? Прежде всего, стоит сказать, что ничего страшного в этом нету. Вокруг технологии блокчейн много наворотов. Все пытаются сказать, что там какие-то страшные блоки, майнинги, еще что-то. Суть технологии, она банальна и простая. Вот, если следующий слайд перевернуть, то станет, в принципе, понятно. Отлично. Смысл простой. Любая информация, которая кладется в блокчейн, она записывается не на одном компьютере, она записывается, условно говоря, у миллиона пользователей на компьютерах по всему миру. И, собственно, все эти пользователи становятся гарантами сохранности и неизменности той информации, которая блокчейн положена. Ну, давайте я попробую привести какой-то пример. Ну, вот, к примеру, мы с вами о чем-то решили договориться. И вы мне обещаете, что к такую-то дату что-то сделаете. Я к вам прихожу в эту дату, говорю, ну как, вы сделали? Вы говорите, да, слушай, забей, уйди. Вот если бы мы нашу сделку зафиксировали в блокчейн, такое невозможно было бы. Почему? Потому что, когда я пришел бы к вам, свидетелями нашей сделки были миллионы людей по всему миру. Если бы вы мне сказали, иди, они бы все постучались и сказали, э, слушай, выполняй свои обязательства. Либо у тебя будет такой рейтинг, извини, что тебя просто вообще никогда, нигде больше не примут. Из блокчейн-сообщества тебя выбрут, а еще и могут уголовное дело пришить за мошенничество. Так что выполнять свои обязательства в блокчейне обязательно. И более того, любая информация, помещенная в блокчейн, ее качество, сохранность и неизменность гарантируются вот всеми теми миллионами людей по всему миру, которые на своих компьютерах держат, ну, по сути, хранят дубликаты этой информации. Итак, основные моменты в блокчейне, это первое, что даже сам человек, который положил информацию в блокчейн, не сможет ее изменить никогда. Вторая тема, это то, что ни один хакер не сможет взломать блокчейн, вот, потому что ему придется взломать огромное количество компьютеров по всему миру, то есть, ну, как минимум 50% сети ему надо взломать, для того, чтобы, там, не знаю, сотни тысяч компьютеров, да, что, в принципе, тоже невозможно. И самое главное, что информация не может пропасть никуда еще. То есть она там лежит, она там останется, ну, практически навсегда, пока существует платформа в блокчейне. Так что ничего такого страшного и космического нет. Блокчейн всего лишь технология, которая позволяет, скажем так, децентрализованно хранить информацию. И каждый участник блокчейн-сети отвечает за сохранность и неизменность. Вот когда я только, скажем так, какое-то время назад стал понимать, что такое блокчейн, у меня возник вообще первый вопрос. Ну, окей, какая-то айтишная технология, какая-то неизменность данных, ну и что, собственно говоря, зачем это вообще нужно? И для меня было открытием, на самом деле, что блокчейн, как оказалось, нужен везде, где требуется доверие. Доверие, как оказалось, требуется не только в нашем благотворительном секторе. Оно требуется, к примеру, избирателей властям, покупателям в магазинам, от пациентов к врачам. Доверие нужно везде. Люди должны доверять другим людям. Ну, в принципе, они мне доверяют полностью. И правильно это делают часто, потому что, ну, как бы ситуации бывают разные. Мы все с вами с этим сталкиваемся. Так вот, блокчейн-технология позволяет не доверять конкретным людям вокруг, потому что ты можешь не знать этого человека, у которого ты покупаешь товар, которого ты выбираешь или еще что-то. Ты можешь доверять технологии, в которой четко прописаны какие-то данные, которые относятся к бизнесу, к власти или еще к кому-то. Приведу примеры. Ну, это такие даже внутрироссийские истории. А если брать глобально, то, к примеру, ну, смотрите, есть выборы. Например, хотят люди выбрать какого-то кандидата. И постоянно возникает потом, после выборов, что а вот была фальсификация, мой голос отдали не туда, хакеры взломали там что-то куда-то, мои голоса тоже там перекинули на другого кандидата. Блокчейн это невозможно. Почему? Потому что если ты свой голос отдал в блокчейне, условно говоря, миллион человек по всему миру знает, что твой голос принадлежит вот тому кандидату, за которого ты отдал. И никак иначе. И изменить это уже никто не сможет. Неважно. Тут дело не в тайне голосования. Не обязательно же разглашать персональные данные. Есть персональные, там правят доступы определенные у людей, чтобы посмотреть, где это. Это другой разговор. Это уже такие, вот это все навороты уже сверху. А есть много других примеров. К примеру, зачем доверие к врачам. Ну, допустим, как блокчейн здесь помогает. Если диагноз или справка, когда выдается, и это все фиксируется в блокчейн, как в Эстонии, к примеру, уже делают, то это означает, что задним часом, к примеру, справку выписать нельзя. Поставить липовый диагноз нельзя. Это будет сразу же вскрыто всем сообществом. Врачу волчий билет выпишут, и все, он будет отправлен на слалку. Да, окей. Вот. Так что на самом деле блокчейн нужен везде, где нужно доверие. Даже покупая там наши многие там сограждане бутылку водки, и может быть нужен блокчейн. Я объясню, почему. Потому что, к примеру, водка может быть паленой. А если информация о производителе, когда данная бутылка была произведена и где, если можно будет, к примеру, по штрих-коду сразу посмотреть точно, что это за бутылка, будет понятно, что это не паленая водка и не отравишься, по крайней мере. И вот таких ситуаций очень много. Теперь такое распространенное заблуждение. Блокчейн и биткоин это там одно и то же. На самом деле это неправда. Биткоин – это просто криптовалюта, которая использует технологию блокчейна. Смысл вообще любой криптовалюты и биткоина заключается в том, что криптовалюта позволяет упростить процесс передачи одной денежки или одного актива к другому человеку. Вот я, к примеру, у меня есть монета и весь мир вокруг знает, потому что это блокчейн и все фиксируется, что эта монета моя. Я решил вам передать эту монету. Все, нажал кнопочку, теперь весь мир знает, что монета ваша. Никаких посредников. Все. Взял, просто передал напрямую через систему блокчейн. А представляете, что это для банковской сферы, где платежные системы, процессинговые центры, куча банков, эмитенты, эквайринги. каждый отнимает процентик комиссии, для них это смерть. Это новая технология, которая вообще может их убивать. Поэтому все так и паникуют, что криптовалюта, как ужасно, как страшно, она же нашу всю систему, все, она умрет. Но криптовалюта всего лишь одно из применений технологии блокчейна, не более того. Как я уже сказал, блокчейн — это технология, которая повышает доверие к любому практически сектору нашей жизни. И в частности, безусловно, именно к боготворительному сектору. Я даже не буду останавливаться на самой криптовалюте, собственно, ее приваловом регулировании. К чему, если интересно, я просто отдельно могу ответить на эти вопросы. Я расскажу просто про сам блокчейн и как он используется в боготворительной сфере. На текущий момент много попыток есть в мире использовать блокчейн-технологии для боготворительности, но все они, к сожалению, связаны все с теми же криптовалютами. Потому что криптовалюту, всегда ее путь можно отследить. Соответственно, есть фонды, прямо криптовалютные, боготворительные, которые деньги собирают в криптовалюте, и в криптовалюте же их тратят. Тогда люди всегда могут знать, что его там биткоин точно пошел туда, куда нужно. Но это очень долгий путь и неинтересный, скажем так, для целого, для боготворительного сектора, потому что криптовалюта это сейчас 0,4% ВВП мирового. То есть, ну это как бы, конечно, ну может быть, как канал фандрайзинга рассматриваться, интересный, но пока точно не самый интересный и важный. Но что позволяет делать технология блокчейн? И что, собственно, делаем мы? Мы, по сути, первые в мире стали переводить отчетность благотворительных фондов на блокчейн. Делать это потранзакционно. Мы создали Charity Blockchain Association. Туда включили несколько уже российских фондов, которые туда перевели свою отчетность. Сейчас мы еще заключаем договор с иностранными, сейчас с швейцарскими организациями НКО, которым тоже это интересно. Почему это так важно? Все дело в том, что нет никаких сомнений, что у меня, по крайней мере, что через 3-4-5 лет вообще практически все сферы, где нужно так или иначе доверие, будут на блокчейне. Благотворительность не исключение. Если вдруг через, условно говоря, 3-4-5 лет фонд не будет показывать открыто свою отчетность в блокчейн, к нему будут большие вопросы. Он что-то скрывает? Почему он не хочет писать свою отчетность в открытом источнике данных, где всегда можно все посмотреть? И, собственно, опережая вот эти события, мы создали как раз эту ассоциацию и предложили формат для загрузки отчетности определенной. Сделали программное обеспечение для благотворительных организаций. Бесплатно, естественно, по загрузке и по показу всего. Итак, у нас два программных обеспечения. Первое, которое позволяет загрузить в блокчейн отчетность благотворительного фонда по транзакционно в конкретных разрезах с указанием даже имейла, чтобы человек мог проверить свое пожертвование, куда оно пошло и зачем. И второе, соответственно, программное обеспечение, которое из блокчейна достает эти данные и показывает их в простом, удобном виде для человека. Вот, собственно говоря, это наше решение. Мы абсолютно уверены в том, что от блокчейна никуда не деться. Поэтому мы решили создать эту ассоциацию. И тут, что важно, эта ассоциация не принадлежит нам. Мы как бы просто являемся разработчиками этого ПО. Мы сделали его для благотворительного сектора. И те фонды, которые туда входят, они являются такими же владельцами этой ассоциации, как и все остальные. При этом код ассоциации мы специально сделали открытым, чтобы любой программист, который хочет усовершенствовать что-то сделать, с разрешения сообщества боготворительного мог его дорабатывать. Вот, собственно, наше решение. Мы призываем к прозрачности. У нас есть уже все стандарты, формы, собственно, которые нужны для того, чтобы в блокчейне вести свою отчетность. Помимо всего прочего, для боготворительных фондов участие в блокчейне, то, что он на свою отчетность в блокчейне ведет, это хорошая тоже пиар-история. Вот, к примеру, наши друзья из фонда борьбы с лейкемией, то есть о них написали очень много. Где, когда они первые перевели свою отчетность как раз-таки на блокчейн. Так, спасибо. Собственно, все, что я хотел рассказать. Если какие-то вопросы, давайте я с удовольствием отвечу. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Толстанева. Мой вопрос такой. Я правильно вас поняла, что если я доначу, допустим, 500 рублей нужна помощь, не знаю, теплица социальных технологий и Transparency International, то я могу поставить на свой смартфон или компьютер какое-то ПО, которое позволит мне понять, куда эти 500 рублей ушли в каждую из организаций. не совсем так. Смысл заключается в следующем. Мы не пытаемся через какое-то приложение что-то проводить. Мы приходим к благотворительному фонду, говорим, пожалуйста, мы готовы посмотреть твои системы, с ними, синтегрироваться, загрузить отчетность блокчейн. Дальше есть просто сайт. Собственно, на этот сайт можно зайти, вон там есть ссылочка, и посмотреть ваш фонд. Если он есть в этой ассоциации, значит вы можете, если вы делали онлайн пожертвования, имейл оставляли, можете прям по имейлу посмотреть свое пожертвование, все ли нормально. Если не делали, вы можете просто посмотреть, что за фонд, посмотреть все его транзакции, которые были, которые приходили. Вот, собственно, и все. Я просто советую посмотреть зайти на сайт, просто пощелкать, поглядеть, как это все выглядит. Вот и все. У меня микровопрос. А вот вы упомянули швейцарские организации. Какие, например? Ну, это организация, которая скоро выйдет, скажем так, в России, появится в том числе. Мы им помогаем тоже сейчас здесь с продвижением. Я просто пока не могу говорить. Скажем так, подписываем сейчас соглашение. Но в ближайшее время все они его знают. Это организация, которая занимается помощью детям, делают операции на сердце. Это, скажем так, во голове стоит очень известный мировой хирург, который будет обучать в том числе наших докторов. не очень понятно. То есть вот я делаю пожертвование World Wide Fund и должна при этом, значит, закрыть, там, предположим, на сайте или там через мобильный, должна взять, набрать, зайти какой-то на новый сайт, найти там, например, World Wide Fund и туда что-то... Вы считаете, это удобно пользоваться? Это не так работает. Неправильно рассказали путь. На сайтах, которые подключаются к ассоциации, вывешивается специальный символ, где можно всегда тыкнуть и посмотреть блокчейн, отчетность и проверить свою пожертвование. Тебя сразу с сайта же фонда переведет, куда нужно. Ну, или если ты не хочешь идти, ну, как бы тебе... Ты хочешь первый раз, к примеру, прийти посмотреть, куда тебя пожертвовать, ты можешь зайти сразу на сайт ассоциации. Тут уже все фонды проверены. Очень важный момент. Там нет ни одного фонда, который не прошел аудит предварительный. То есть мы просто такие фонды не принимаем. И у нас вообще и на нашей торгового творительной площадке 1 плюс 1 и блокчейн-ассоциации изначально очень высокие требования. У нас 70-80% фондов сейчас не проходят по ним. Мы просто их не подключаем. Не потому, что они плохие, потому что они не умеют работать с информацией. У них плохая отчетность. То есть, ну, очень непрофессионально себя ведут. Многие даже не публикуют вообще в меню отчетности. Да, то есть, вот, как-то так. Окей? Еще вопросы? Да, у меня есть вопросы. Отлично. Давай. Какие ты видишь риски вот всей этой технологии для НКО? Какие-то вот... Ну, риск будет, безусловно, для мошенников. Эта технология просто убьет их. То есть, надо понимать, что через 3-4, как бы, года, как вот по моим прогнозам, то есть, если фонд не на блокчейне, то, значит, к нему реально есть вопрос. Он на рынке просто, скорее всего, существовать не будет. А, как бы, мошенник на блокчейн в принципе не перейдет, потому что его сразу вскроют и просто посадят. Тем более, у нас уже даже вводятся законодательные нормы, что блокчейн приравнивается к там, профессиональным документам как бы в судах. Так что, мошенников не будет, для них риски большие. Есть определенные опасения, с которыми мы сталкиваемся, от благотворительных организаций, что как же так? Мы же должны, к примеру, раскрыть информацию о зарплате в данном случае, чтобы показывать чистоту всех потоков. Мы этого не делаем, мы пишем просто общий блок, мы считаем это неэтичным в принципе, мы показываем административные расходы. То есть все потранзакционно мы показываем, что пришло, куда было потрачено, но конкретно заработные платы, оплата бухгалтера, это на усмотрение фонда. И мы многим показываем именно как… Категорию. Ну, мы просто показываем общую категорию вот этих расходов, которые они есть. Угу. Спасибо. Вот, еще вопрос. Владимир. Да, прошу прощения, здесь просто была. Здравствуйте. София Зырянова в фонд «Подари жизнь». У меня вопрос, как вы работаете с персональными данными. Я сейчас зашла и посмотрела, и вижу там в том числе персональные данные пациентов. Ну, значит, что касается персональных данных. Мы не публикуем персональные данные. Персональные данные… Вы публикуете персональные данные? Нет. Что касается персональных данных, это когда у тебя… Если у тебя просто есть фамилия и имя, это не персональные данные. Персональные данные, это если мы добавим к нему дату рождения, если мы добавим, к примеру, какой-то еще контактный, контакты какие-то данные, тогда это будет перс данные. Сами по себе данные пациента, не данные просто, скажем так, фамилия, имя не являются персональными данными. И мы даем ссылку на сайт конкретно фонда, у которого есть и разрешение для того, чтобы публиковать данные об этом человеке. Сами мы не оперируем этими данными никак. И более того, надо понимать, что это блокчейн. Мы, опять же, мы в данном случае как-то такая компания IT скорее выступаем. Мы помогаем загружать, но блокчейн не наш. Это как бы такое общее хранилище, куда просто грузятся данные. И наша программа просто помогает загрузить данные от фонда в блокчейн-сеть. Вот и все. И там, если брать конкретные данные того, кто жертвовал, опять же, то там никак вы не сможете посмотреть конкретную фамилию, если вы не укажете свой email и сами не зайдете туда. И это довольно сложная история, потому что несколько лет назад, например, в наш фонд обратился бывший подопечный, который лечился много лет назад и попросил удалить всю информацию из отчетности о нем. прошло к тому моменту 8 лет после того, как мы оказывали ему помощь. Он женился, он работает, все прекрасно, он вылечился от рака, но банк, находя его на сайте фонда «Подари жизнь», не давал ему ипотеку. Соответственно, для пациентов это может быть очень опасная история, особенно для пациентских фондов. Я совершенно с вами согласен, но если вы удалите своего сайта этого пациента, то найти, что именно этот пациент, например, Иванов Иван, который записан, где-то в блокчейне висит, таких людей по России огромное количество. У него нет ни идентификата, ни возраста, ничего, о комаре еще идет, непонятно. Как вы его свяжете с другим любым человеком, который был когда-то? Если у вас на сайте не останется о нем информация, все, никто никогда не поймет, что это он. Я вынуждена завершить дискуссию, чтобы у нас еще хватило времени на еще одного выступающего. Но вы видите Михаила, будет кофебрейк, и вы сможете даже больше получить информацию, когда он... Да, я с удовольствием со всеми пообщаюсь, отвечу на вопросы. Единственное, что мне надо будет убегать, долгое время я не смогу оставаться. Но все, что успею, всем все расскажу. у меня нет смысла оставить контактную информацию. Да, конечно. Там, по-моему, в конце у меня презентация есть. Ну, окей. Ну, в любом случае можно всегда зайти ко мне на страничку в Facebook, написать. Я совершенно открыт к любому диалогу. Спасибо. Спасибо. Сейчас, видимо, в блиц-режиме Наталья Петрова в Благодарительный фонд Дети Наши и расскажет про собственную разработку платформы CRM для фондразников организации. Спасибо. При всем уважении к Михаилу и к тому, что делаете, к этой прекрасной технологии, лично я абсолютно не верю в то, что через 3-5 лет НКО перейдут на технологию блокчейна. Объясню, почему. Потому что уровень информатизации НКО крайне низок. И за последний год, когда мы занялись темой CRM, я вижу это лично, ужасаюсь и пытаюсь во всем этом немножко разобраться. Есть анекдотичные примеры абсолютно, когда приходит фонд, у него спрашиваешь, а как у тебя донорская база, где хранится? Каждый сотрудник ведет донорскую базу в Варде. Класс. В Варде. Донорская база в Варде. А еще был пример, когда сотруднику на вопрос, новому сотруднику фонда на вопрос, где донорская база, ответили, база в аксессе, аксесс на ноуте, ноут на складе. Как бы с таким уровнем информатизации думать о том, что через 3 года мы отчетность будем вести в блокчейне. Ну, классно. Окей. Ну, поговорим чуть-чуть. Поэтому моя презентация, мое выступление это немножечко шаг назад от Михаила, от этого прекрасного будущего и поговорим про самое ближайшее будущее, которое вообще-то уже на рынке уже немножечко прошлое, потому что системы класса CRM используются везде, во всем мире очень широко и нет ни одной организации бизнеса, которая не пользуется CRM, но в НКО это пока проблема. Да. Вправо? С чего все начиналось? Наш фонд, «Дети наши», который занимается сиротством, поддержкой детей-сирот, фонд достаточно профессиональный и много времени уделяет повышению эффективности внутренних процессов. и лет пять мы ходим по рынку и смотрим, а что же есть, появилось ли какое-то решение CRM для фондов. Не появилось. Не появилось по нескольким причинам. Прежде всего, существующие коммерческие системы вообще нам не подходят. Кажется примерно, что все то же самое. Есть клиент, есть деньги, есть отчетность, но когда ты работаешь с объектом в CRM-системе под названием «Сделка», очень сложно применить к НКО, что это «Сделка», что это «Никак». И существующие CRM-системы приходится очень сильно допиливать, дорабатывать под фонды. То есть нету готового решения, которое взял, поставил и пользуешься при минимальной какой-то доработке. Коммерческие компании навстречу НКО не идут по очень простой причине. Денег в нашем секторе нет. Денег таких, которые бы заинтересовали айтишные компании разработать отраслевое решение для НКО. Поэтому вывод такой у нас никогда не будет. Мы не те счастливые покупатели, которые ходят по рынку и выбирают. Вокруг нас осаждают продавцы и говорят «Купите у нас, купите». Нет, такого никогда не будет. Но если и будет, то очень-очень не скоро. Поэтому мы пошли таким путем. Ну, как бы можно порастраиваться, можно страдать по поводу того, что нету специализированных решений, но пришлось копать самим. Копать мы начали в прошлом году. Я сама пришла в НКО из IT-отрасли и есть опыт внедрения CRM-систем. И у нас появился волонтер, который сказал, вот у меня есть опыт, я социально ответственный человек, я хочу разработать CRM для НКО. Ну, прекрасно, вот мы встретились в этой точке, давай будем разрабатывать. какое-то время, ну, месяцев четыре, наверное, мы вот как-то плавно подходили к этой мысли, писали всякие документы, начинали настраивать систему. Но потом появился прекрасный фонд президентских грантов и предал нам такое, знаете, турбоускорение. Появилось финансирование, появилась возможность привлечь новые ресурсы, и в результате с ноября по апрель мы разрабатывали систему для фонда Дети Наши. Сейчас она уже работает в своем базовом варианте. Но грант мы получили не на разработку системы для фонда Дети Наши, а на разработку отраслевой системы CRM для НКО. То есть это та система, которую можно раздавать, скажем так, НКО и ею пользоваться, расскажу, на каких условиях чуть позже. Система безопасна. Система, это я рассказываю про то, какие требования мы закладывали в систему, когда мы ее разрабатывали. Безопасна. Совокупная стоимость владения низкая. Это требования, которым мы пытаемся соответствовать. Быстрая скорость внедрения, естественно, дрожжелюбная для фондов. Как бы сущности сделка нету в этой сером системе. Есть сущность пожертвований, есть сущность донора и так далее. То есть знакомые понятия, которые все мы пользуемся, и не надо осваивать какой-то новый тезаурус. Система облачная, доступна из любой точки мира, через браузер и интернет. Что есть сейчас? Что есть сейчас в системе, что она позволяет делать? Физические доноры, то есть люди, частные доноры, которые делают пожертвования, с ними работа, с юридическими компаниями, вся история взаимодействия с донорами, учет пожертвований из разных систем, работа по воронке, естественно, не по воронке продаж, а по воронке нашей, благотворительной. Многомерная отчетность, любая какая вам нужна, и бенчмаркинг. Это совместный проект с «Нужна помощь». Я очень благодарна за инициативу. Они, собственно, вышли с предложением, чтобы в отраслевой CRM-системе появилась табличка, которая автоматически собирает данные, необходимые для проекта бенчмаркинг, и отдает, собственно, в личный кабинет «Нужна помощь». Вот это тот поток денег, который на нас никогда не упадет благодаря реализации этой системы. У нас нет желания заработать все деньги мира. Мы понимаем, что на НКО мы никогда не заработаем, но, тем не менее, бесплатно мы тоже работать не можем. К сожалению, не святым духом. Но критерий стоимости при разработке коммерческой схемы это то, чтобы система должна быть существенно дешевле коммерческих систем. Сейчас покажу, как. Есть первый базовый вариант собственно использования внедрения системы. Это фиксированная стоимость внедрения 50 тысяч рублей и быстрые сроки разворачивания полтора месяца. Есть вариант продвинутый. Тогда, когда фонд говорит, ну вот это, конечно, все прекрасно, но вот мне нужна вот здесь вот плюшечка, вот здесь вот мне нужен другой процесс, вот здесь нужна другая сущность, а еще мне нужна интеграция с какой-то другой платежной системой. Ну окей. Собираем с фонда требования, оцениваем, оцифровываем, и, соответственно, от трех месяцев под требования фонда в зависимости от, внедряем стоимость от 50 до 700 тысяч. 700 тысяч – это верхний порог абсолютно. Мы, честно говоря, фантазировали, какие должны быть требования у фонда, нафантазировали страшную специфику, но все равно страшная специфика, больше 700 тысяч стоить не будет. Собственно, после внедрения система берется на техподдержку. Абсолютно прозрачная, очень простая стоимость. Один пользователь, один месяц – одна тысяча рублей. Все. Договор заключается с фондом «Дети наши». Мы здесь выступаем в такой нетипичной для себя роли, как IT-разработчик и сопроводитель этой системы. Естественно, платим налоги с этого, как услуги и так далее. Что есть сейчас в сером системе? Вот тот самый базовый вариант, который уже работает у нас в фонде. Сейчас времени не будет показать саму систему, но я здесь целый день. Кому интересно, можете подойти, я ее прям покажу, потыкаю. Все как настроено, как работает. Что есть? В первую очередь, это донорская база. Ее нужно валидировать, нормализировать, привести в нормальный человеческий вид из варда, из эксесса. Ну, из эксесса, ладно, но из варда точно надо будет переводить в какую-то более удобную систему. И, естественно, ее валидация, удаление дублей, исправление ошибок и прочее. Это первый и самый сложный, скажем так, этап внедрения системы. От того, в каком состоянии у НКО находится донорская база, зависит сильно и сроки, и стоимость внедрения. Интеграция с платежными системами для автоматического сбора платежей. Сейчас у нас работает интеграция с Cloud Payments, с MixPlat, с Kiwi и с Яндекс.Деньги. Вот это базовый вариант. Если вы пользуетесь этими системами, то как бы все хорошо. Это условно бесплатно входит в базовый пакет за 50 тысяч. Если вы пользуетесь другими платежными системами, ну там Robocass, например, еще чем-то, то там надо смотреть, какие требования и как можно с ней интегрироваться. Интеграция с почтовыми сервисами. Сейчас это Unisender, в ближайшем будущем еще и MailChimp. Интеграция с сайтом. Наш сайт на WordPress. Мы частично оттуда информацию забираем. Но тут тоже как бы все по требованию, смотря что вам нужно. В базовый вариант также входит настройка карты, чек-контакты, организации. Вот есть как бы базовые поля, которые нужны нам, которыми мы оперируем. Но если вы говорите, например, я хочу еще ссылочку на профиль контактов в Facebook, ну окей, это не проблема. То есть до настройки под ваши требования это возможно. Настройка дашбордов. Это такие оперативные аналитические отчеты. Ну так, зашел, посмотрел, сколько у тебя пожертвований, например, сегодня пришло. А сколько из них неуспешных. Ну и так далее. Могу показать, но уже не в режиме презентации. Настройка представления – это такая сегментация базы. Например, вам нужно смотреть всех инитных доноров за прошедшую неделю. Или, например, все неуспешные платежи через Cloud Payments. Или все неуспешные платежи через MixPlat. Вот это вот такая сегментация базы доноров и платежей. Она вот тоже в базовый вариант входит. Автоматические письма. Например, неуспешное пожертвование. Донору уходит письмо о том, что, дорогой, у тебя там карточка просрочена или закончились деньги. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы пожертвование все-таки в фонд ушло. Настройка автоматических уведомлений о событиях. То же самое, например, неуспешное пожертвование. Приходит или на почту, или попап в системе о том, что человек, у тебя, обрати внимание, у тебя есть такое событие, с которым нужно поработать. Собственно, бичмаркинг. Политика доступа. То есть пользователи фонда могут иметь доступ к определенной информации, которая хранится в системе. Ну и, собственно, обучение пользователя работы с системой. Это базовый вариант. Вот это то, что я говорю, за 50 тысяч и за полтора месяца вот это вот внедряется легко. Что касается продвинутого варианта. Если вы пользуетесь какими-то специфическими платежными системами, какими-нибудь там китайскими, вьетнамскими и прочее. Другие, опять же, экзотические сервисы почтовых рассылок. Нестандартная интеграция с платежными системами. Какие-то сложные отчеты, которых вот нет в базовом варианте. Это все система под требования. Сейчас в системе отсутствует, например, блок работы с волонтерами, блок благополучатель и блок управления грантами и блок телемаркетинг. Вот этих блоков сейчас нет, поскольку они не востребованы у нас в фонде. Но это некий такой road map развития системы. В каком-то ближайшем будущем, в горизонте года они появятся. Но просто вот на сейчас их нет. И рассылки смс. Но если приходит фонд и говорит, знаешь, что, вот мне вот за… Я тебе дам денег и за телемаркетинг, но он мне нужен прямо сейчас. Я не хочу ждать, пока вы его сделаете. Сделаем? Не вопрос. Что дальше? Вот я показала, что есть сейчас, что будет в ближайшем будущем. И в ближайшем будущем, прямо сегодня, объявляем конкурс для НКО по выбору НКО для бесплатного пилотного внедрения CRM-системы. То есть в рамках президентского гранта у нас заложено абсолютно бесплатное внедрение для НКО. То, что я говорила там про 50 тысяч и про 50-700, это условно-коммерческая система. А вот в рамках президентского гранта абсолютно бесплатное внедрение. Следующий наш шаг, к которому мы уже приступили, это сертификация системы на соответствие законоперсональных данных. И, собственно, коммерческие внедрения системы начнутся с осени текущего года. Собственно, конкурс. Одно бесплатное внедрение. С сегодняшнего дня мы начинаем принимать заявки. Принимаем их до 11 мая. До 18 мая определяем победителя. И до 1 октября разрабатываем и внедряем систему в НКО. Анонсы все появятся в ближайшее время на сайте, на нашем и в соцсетях, в курилке. Рассылки по фондам, скорее всего, через ассоциацию фондрайзеров, которые нас поддерживают в этом процессе. Ну и можно писать лично мне, задавать все вопросы и говорить, я хочу. Ну вот так, коротенечко, блицем, все. Нет, держусь. Что? Наташа, спасибо большое. Ты уложилась, ты даже быстрее рассказала, и сейчас ты платишься за это, потому что ты знаешь, кто хочет с тобой подискутировать. Уважаемые коллеги, у нас, собственно, была дискуссия. Я позволю себе задать первый вопрос. И тоже организация «Ночлежка» передает привет. Они в том числе под влиянием нашей дискуссии запускают на следующей неделе CRM, не для доноров, но для благополучателей, под открытой лицензией. И вот вопрос такой, да, вот с предыдущими, собственно, докладчиками можно было проверить самим. На данные открытые посмотреть самим, на блокчейн посмотреть самим. Какие механизмы с закрытой системой, вот мы сейчас даже не увидели ни одного скриншота интерфейса. Предлагаете вы, как мы можем проверить, что ваша система безопасна, кроме как бы вашего слова. Как мы можем сказать, ну, собственно, что она будет удобна. Вот в условиях закрытой архитектуры приходится, видимо, приходить к каким-то интересным методам. Вот вы могли бы рассказать, собственно, какие они у вас. Ну, во-первых, про безопасность. Я говорила о том, что система обязательно будет сертифицирована на соответствие закону о персональных данных. Это достаточный гарант для того, чтобы показать, что система безопасна с точки зрения персональных данных. Про всякие закладки кода, про все вот эти вот айтишные истории, скажу так, мы планируем выложить коды, исходные в открытый доступ, но не сразу. Не сразу и поясню почему. Вот дискуссия о том, опенсорс или закрытый код, она немножечко, на мой взгляд, надуманная, поскольку это не противоречащие друг другу вещи. Мировая практика такова, что система сначала разрабатывается в закрытом режиме, если создается продукт, если цель создать продукт. Не развивать айти-сообщество, не привлекать много айти-специалистов, не создавать там комьюнити-версии и так далее, а разработать продукт, который вот взял и пользуйся. Система разрабатывается в закрытом коде, в закрытом режиме, тестируется, проводится пилотное внедрение, там одно, второе, когда мы понимаем, что система работает. После этого можно коды выкладывать в открытый доступ, пользуйтесь. Здесь есть такая вещь про открытый код. Знаете, иногда кривые руки берут открытый код, внедряют, получается, естественно, кривой продукт на выходе, и эти кривые руки говорят, что это кривой исходный код, и проверить качество самого внедрения в этом случае невозможно. Поэтому сначала в закрытом режиме разрабатывается, тестируется, пилотируется, и после чего можно выкладывать. И говорить, код хороший, код чистый, код работающий, вот теперь можете брать и пользоваться. А выкладывать сырой код, непроверенный, неработающий, вернее, скажем так, не опробированный в рабочей среде. Но это так. Мне кажется, это пиарная большая история. Вот мы не про пиар. То есть можно будет посмотреть через какое-то время? Можно будет. А когда? Конечно. Примерно через год-полтора. Это то, что касается безопасности, открытого кода и так далее. То, что касается интерфейсов системы, просто нет времени. Мы можем прямо сейчас запустить, я покажу все интерфейсы, как это работает на наших боевых данных, все платежи посмотреть, аналитику и так далее. Я здесь целый день. Можно подойти, посмотреть и позадавать вопросы. Принципиальный вопрос. А вы что, на средства фонда президентских грантов делаете коммерческий продукт? И вам это юрист подтвердил сопровенность? Окей. Просто у нас еще какая-то ситуация, и наш юрист сказал, что ни в коем случае. Смотрите. Вот в осенних, вернее, в прошлогодних грантах в первой волне, в требованиях было, что за средства гранта не финансируется предпринимательская деятельность. Во втором конкурсе это убрали. Да. Ну что, мы вышли из-за предела времени. Если вот сейчас есть последняя возможность задать наболевший вопрос всем нашим спикерам, если такое есть. Если вы уже готовы скорее переходить в кофе, то вот запомните спикеров в лицо и обратитесь... Желтый шерфик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова